привет всем меня зовут александра краснобаева я рада приветствовать вас на своем канале сегодня в этом уроке мы с вами разберем две темы как вязать жаккард с протяжками и как вязать жаккард без протяжек поворотными рядами я вам подробно покажу как вязать этот этот способ а также расскажу в каких случаях какой способ лучше использовать давайте приступим сначала я хочу обратить наше внимание на схему у меня тут раппорт узора 4 петельки я использую три цвета молочные коричневый и зеленый и я набрала такое количество петель которая будет мне необходима для провязывания трех рапортов и плюс 1 еще петля для симметрии чтобы связать образец жаккардом поворотными рядами я советую вам всегда оставлять справа и слева одинаковую одну петлю и одного цвета чтобы мы каждый раз вязали кромочные один одним и тем же цветом то есть вы просто сделаете рамочку из одного какого-то цвета в вашем образце тогда будет проще и измерять и вязать что мы с чего мы начинаем у нас первый ряд это просто однотонный цвет просто молочный а со второго ряда начинается наш жаккард и мы сейчас провяжем сначала образец с протяжками а потом то же самое только без протяжек у меня тут поют птички за окном я думаю что они вам не очень будут мешать ну что же давайте начнем итак первый у меня ряд все петельки лицевые и все одним цветом то есть я снимаю первую петельку кромочную и провязываю все петельки лицевыми готова в конце кромочная разворачиваю вязание и вижу второй ряд во втором нашем ряду я здесь смотрю по схеме вот у меня отмечен второй ряд там где циферка с этого места мы читаем лицевые читаем слева направо изнаночные справа налево вот мой изнаночный ряд и я здесь вижу что у меня две молочные 1 коричневая 3 молочные 1 коричневая 3 молочные 1 коричневая и так далее и в конце 2 молочные с протяжками жаккард значит у меня здесь кромочную я снимаю провязываю две молочные изнаночными с изнаночной стороны мы вяжем изнаночными дальше добавляю я одну коричневую нить просто приставляю ее к вязанию и провязываю одну изнаночную коричневый когда мы вяжем жаккардом с протяжками и двумя цветами мы сразу определяем какой цвет у нас будет выше какой ниже я буду выше располагать коричневый ниже молочный то есть молочном не будет всегда под коричневым и провязываю 3 петельки изнаночных молочным цветом провязала дальше беру свою коричневую она ложится у меня поверх молочной и провязываю одну изнаночную молочной но старайтесь здесь сильно петельки не затягивать чтобы у нас протяжка была равна ширине трем лицевым петелькам трем молочным петелькам дальше молочную нас под коричневой провязываю 3 молочные затем одну коричневую то есть видите я сама петельки распределяю на спицы широко друг от друга чтобы были нормальные протяжки и в конце 2 молочные вот у меня две молочные и кромочную связали мы один ряд с протяжками разворачиваем вязание дальше у нас следующий ряд 3 здесь будет чередование коричневая зеленая коричневая и между нашими узорами 1 молочная давайте начнем значит первую я снимаю петельку провязываю одну молочную дальше у меня коричневая сзади подхватываю коричневую провязываю одну коричневую беру зеленую ниточку просто ее вот так вот кладу на пальчик указательный и провязываю одну зеленую петельку дальше беру одну коричневую провязываю коричневую дальше молочная молочная у меня ложится под всеми ниточками то есть вот так ее под всеми располагаю готова дальше снова коричневая коричневая у нас сверху всех потом зеленая беру зеленую провязываю зеленым цветом снова коричневая сверху всех провязываю коричневую дальше молочная под всеми вот так я ее под всеми и располагаю молочная снова у нас коричневая зеленая не так зеленая дальше коричневая и под всеми молочная 1 и кромочная вот так я провязала второй ряд разворачиваю вязание кончики можно подтянуть у нас два кончика разворачиваю вязание смотрю что у меня здесь у меня дальше четвертый ряд и у меня участвует только зеленые и молочные 3 зеленые 1 молочная 3 зеленые 1 молочная значит буду вязать начинаю я с молочных как обычно так снимаю первую провязываю изнаночную и дальше 3 зеленые подхватываю зеленую ниточку и провязываю 3 изнаночные зелеными 1 2 3 молочная под зеленой беру молочную провязываю одну молочную потом 3 зеленые 1 2 3 дальше молочная снова 3 зеленые 1 2 3 молочная под зеленой и кромочная здесь как вы заметили у нас осталось с краю 1 коричневая вы либо ее отрезаете и представляете в следующем ряду либо ее протягиваете по ширине всего образца я обычно протягиваю потому что мне жалко отрезать ниточку следующий мой ряд я смотрю в свою схему у меня ряд 5 и он повторяется также как и 3 так начинаю вязать первую снимаю у меня молочная затем у меня тут коричневая вот коричневую я как раз протягиваю аж оттуда позади и и она у меня будет поверх всех ниточек вот так провязываю коричневую дальше беру зеленую провязываю зеленую снова коричневую подхватываю и молочную снова коричневая зеленая она у меня посерединке коричневая поверх всех и молочная под всеми дальше снова коричневая зеленая коричневая и в конце молочная одна петелька и одна кромочная вот так я провязала несколько рядов жаккардом с протяжками тремя цветами разворачиваю вязание смотрю что у меня здесь получается вот так это все выглядит видите протяжки не стягивают полотно потому что я их стараюсь вязать достаточно свободно дальше следующий мой ряд изнаночный 6 и у меня здесь участвует только коричневая буду я ее провязывать над зеленой значит три молочная 1 коричневая 3 молочная 1 коричневая начинаю вязание с молочной снимаю петельку провязываю первую молочную вторую молочную по схеме и дальше одну коричневую коричневая у меня будет ложиться поверх молочной значит подхватываю ее провязываю изнаночной и дальше беру молочную под коричневую 3 молочные 123 дальше снова беру коричневую провязываю и молочные под коричневыми 123 дальше беру коричневую провязываю одну и в конце только мои молочные готова так мой последний седьмой ряд это все петельки молочным цветом давайте про вяжем чтобы завершить наш этот этап посмотрим что у нас получилось вот в итоге наш образец сзади можно ниточки подтянуть чтоб они не были такие слишком рыхлые сзади у нас видите протяжки достаточно широкие которые не стягивают полотно главное чтоб полотно пружинила и с лицевой стороны все выглядит вот так вот это наш образец провязанный жаккардом с протяжками дальше мы разберем еще жаккард без протяжек что важно понимать в жаккарде с протяжками если в жаккарде с протяжками у нас позади изнанки есть длинные ниточки до которые идут от цвета к цвету то в жаккарде без протяжек мы должны от этих ниточек избавиться каким образом это нужно сделать мы будем подхватывать все абсолютно нити участвующие в нашем вязании каждый раз при вязании любой петли в этом и отличается жаккард с протяжками от жаккарда без протяжек жаккарде без протяжек мы подхватываем каждый раз все все ниточки вот смотрите второй ряд у меня здесь у меня две молочные 1 коричневая 3 молочные 1 коричневая 3 молочные 1 коричневая и так далее и в конце 2 молочные будем это вязать у меня здесь коричневая будет тянуться немножко с другой стороны вы либо тут отрежете ниточку либо протяните и и через весь образец и так первую петельку я снимаю и провязываю две молочные изнаночными петлями потому что в изнаночном ряду у нас вяжутся все петли изнаночными дальше у меня 1 коричневая вот я беру свою коричневую ниточку так как у меня здесь уже есть зеленая она у меня участвовала в предыдущем жаккарде то я ее тоже буду сейчас сразу подхватывать если у вас еще зеленый цвет не добавлен вязание вы просто его не трогаете пока и так я беру коричневую подхватываю обе ниточки оба других цвета этой коричневой нитью то есть у меня они наверху коричневая нить подхватывает их вот так снизу и провязываю одну коричневую петельку готова дальше у меня молочная 3 молочных значит я беру свою молочную ниточку и подхватываю обе ниточки с изнаночной стороны молочным цветом провязываю одну молочную мне еще нужно провязать 2 я подхватила их предыдущий раз снизу теперь я подхвачу сверху вот так раз и подхватила и провязываю вторую молочную и третий раз я снова подхвачу их снизу вот так еще одну молочную провязываю и видите каждый раз провязывая новую петлю я подхватываю все ниточки участвующие в вязании здесь можно те которые я подхватила немножко подтянуть чтоб они не были слишком рыхло провязаны с изнанки дальше у меня снова одна коричневая я беру свою коричневую и подхватываю ей оставшиеся две ниточки провязываю изнаночную петлю коричневой снова у меня три молочные подхватываю молочной 2 свои рабочие ниточки раз у меня одна петля затем я подхвачу их уже снизу вот так чередую то сверху то снизу готова а теперь снова подхвачу сверху вот так готова и провязываю и вот таким образом я снова подхватила свои ниточки дальше у меня одна коричневая коричневой подхватываю обе свои рабочие другие ниточки так у меня две молочные в конце я подхватывать все ниточки не буду потому что мне нужно провязать в конце молочную и кромочную они у меня все время одинаковые поэтому здесь ничего подхватывать ближе к краю не нужно и в начале не нужно то есть мы подхватываем только в центре готова вот так уже видите первый ряд я провязала разворачиваю свое вязание дальше смотрю по схеме мой третий лицевой ряд у меня тут уже чередуется коричневая зеленая коричневая между ними молочная сейчас мы это будем вязать вот смотрите первую петельку я снимаю провязываю первую лицевую молочной а дальше у меня будет коричневая значит я позади подхватываю коричневой 2 свои рабочие ниточки другие провязываю дальше у меня зеленая значит я пока подхватываю своей зеленой обе свои рабочие ниточки позади дальше у меня снова коричневая коричневая подхватываю обе ниточки с изнанки готова дальше молочная молочной подхватываю обе свои ниточки с изнанки готова коричневая беру коричневую и подхватываю вот так обе свои ниточки с изнанки зеленая беру зеленую и подхватываю можно снизу подхватить петельки с изнанки коричневая следующая беру коричневую и вот так вот подхватываю можно снизу можно сверху обе ниточки молочная дальше молочные беру подхватываю все ниточки с изнанки так дальше коричневая беру коричневую подхватываю обе ниточки провязываю коричневый зеленая беру зеленую подхватываю обе ниточки провязываю зеленым цветом и в конце коричневый подхватываю обе ниточки провязываю коричневым в конце у меня молочная и кромочная вот так я подхватила все свои ниточки когда вязала следующий ряд разворачиваю вязание видите здесь у меня нет совсем протяжек я все подхватываю следующий мой ряд изнаночные это четвертый ряд тут участвуют только зеленые и молочные ниточки но мы продолжаем подхватывать все и между зелеными по одной молочной петельки значит я вижу смотрите первую снимаю кромочную дальше у меня всегда молочная в начале ряда для удобства для аккуратности провязываю одну молочную дальше у меня три зеленые я беру свою зеленую подхватываю подхватываю снизу вот так две свои ниточки провязываю изнаночной дальше подхватываю сверху две ниточки провязываю вторую изнаночную и третий раз снова подхватываю снизу чередую тут так тут так подхватываю готова дальше у меня молочная беру молочную подхватываю обе ниточки то есть располагаю ее над своими нитями дальше беру снова зеленую подхватываю снизу раз потом подхватываю это сверху я подхватила теперь подхватываю снизу 2 и снова подхватываю сверху 3 провязываю 3 петельки снова у меня молочная беру молочную подхватываю вот так вот обе ниточки провязываю изнаночной снова беру зеленую подхватываю сверху теперь снизу 2 и снова сверху 3 в конце у меня молочная провязываю одну петлю молочную и кромочная готова вот я связала еще один ряд видите у меня все ниточки подхвачены с изнанки разворачиваю вязание вижу следующий ряд у меня следующий пятый ряд здесь у меня снова чередование коричневых и зеленых и по одной молочной между узором значит я беру свою молочную провязываю кромочную снимаю первую провязываю дальше у меня коричневая подхватываю я позади обе ниточки коричневой раз дальше беру зеленую подхватываю обе ниточки зеленой провязываю зеленый снова беру коричневую подхватываю обе ниточки коричневой так подтягиваю если я вижу что какие-то вылезли на лицевую сторону так бывает и дальше светлой ниточкой подхватываю обе тоже с изнанки светлая молочная дальше у меня снова коричневая подхватываю обе коричневые обе ниточки 1 зеленая подхватываю зеленой обе ниточки 2 дальше беру коричневую подхватываю обе ниточки коричневой 3 и молочные молочные подхватываю провязываю одну молочную снова у меня коричневая подхватываю обе коричневой 1 петля зеленая подхватываю обе зеленой 2 петля и снова коричневая подхватываю обе коричневой 3 петля молочная беру молочную подхватываю обе ниточки рабочая кромочную вот так мы связали еще один ряд разворачиваю вязание вижу следующее у меня шестой ряд в нем участвуют только коричневые над зелеными но я продолжаю подхватывать все ниточки если выше у меня дальше будет идти жаккард из таких же цветов разворачиваю вязание и начинаю вязать первую я снимаю молочную дальше провязываю изнаночной молочную следом мне снова нужно еще одну молочную провязать и дальше 1 коричневая я коричневый подхватываю обе ниточки подтягиваю провязываю изнаночную дальше беру молочную подхватываю обе ниточки сначала снизу например 1 изнаночная дальше подхватываю сверху две ниточки провязываю и потом снова снизу провязываю изнаночной дальше у меня коричневая беру коричневую подхватываю обе ниточки провязываю изнаночную коричневые теперь три белые снова допустим подхватываю сверху 1 потом снизу подхватываю 2 и снова сверху подхватываю 3 снова у меня идет одна коричневая подхватываю обе ниточки и провязываю коричневый теперь опять молочная подхватываю обе ниточки 1 и здесь остается 2 и кромочная готова вот так у меня выглядит жаккард без протяжек разворачиваю вязание в седьмом последнем ряду я вяжу лицевые петли просто одним цветом провяжу для наглядности чтоб красиво все смотрелось и мы с вами посмотрим на получившийся результат вот готово я все провязала и мы теперь можем оценить результат вот у нас жаккард без протяжек снизу жаккард с протяжками с лицевой стороны в принципе разницы никакой нет с изнаночной стороны мы видим что в жаккарде с протяжками есть протяжки это очевидно жаккарде без протяжек все максимально плотно и никаких протяжек нет я советую вязать жаккардом с протяжками там где у вас мелкий узор и между одним цветом переходы ну максимум из 7 петель например если 2-3 петельки то это сто процентов только жаккард с протяжками он быстрее вяжется и нет смысла каждый раз подхватывать все ниточки если у вас орнамент крупные если вы вяжете какой-то узор с большими какими-то элементами с широкими если у вас между петлями большое расстояние между одним цветом большое расстояние больше там 7 10 петель то конечно же нужно вязать жаккардом с протяжками чтобы у вас не было больших протяжек на изнанке большие протяжки на изнанке это как правило неудобно в носке это цепляется с изнанки это может где-то случайно затянуться и ниточка вылезти где-то может и не так комфортно в процессе вязать все время нужно следить за этими протяжками и длинные протяжки могут сильно стягивать полотно жаккард без протяжек полотно не стягивает но он более требует больше кропотливой работы большего внимания и вяжется как правило чуть дольше вот вы выбираете ваш вариант что вам больше нравится какая у вас ситуация смотрите конечно же можно совмещать оба варианта это вообще в принципе идеальная картина когда какие-то места вы вяжете с протяжками какие-то без в вашем орнаменте можно совмещать пожалуйста выбирайте либо то либо то ну вот и все я надеюсь вам был понятен этот мастер-класс если он вам понравился обязательно нажимаете мне нравится подписывайтесь на мой канал мне будет очень приятно и делитесь этим видео со своими друзьями спасибо большое вам за внимание впереди еще много других интересных видео до встречи пока пока